Этот рисунок ластиком не сотрешь, только болгаркой. Старая фасадная краска слетает с кирпичей в прямом смысле этого слова. Хоккеист и девочка, кстати, вовсе не привет из СССР, как это могло бы показаться. Лицо читальни три года назад разрисовали студенты ОМГУ. Новый фасад будет дизайнерским. Кирпич покрасят в белый цвет, а сверху наклеят гигантские корешки книг. Такая вот книжная полка. Сейчас процесс какой, что надо зачистить это все, подготовить под грунтовку, под покраску. Это надо производить в теплое время. Внутри библиотеки уже убрали все действующие выставки. Зал, где их устраивают, войдет в ремонт первым. Его выполнят в черно-белых тонах. Грифельную доску оставят. Одну из стен украсит портрет Сальвадора Дали. Вторую часть читальни абонемент начнут ремонтировать позже. Здесь дизайнеры сделают акцент на портрете Фриды Кало. Его разместят прямо возле входа. А пока из нового здесь только книги. Книги подбирали с учетом специфики нашего учреждения. То есть у нас библиотека искусств. Естественно, у нас должны быть книги по искусству. Они должны быть современные, они должны быть красочные, не старые. И также мы учитывали пожелания наших посетителей. Это обязательно. Для посетителей даже во время масштабного ремонта двери обещают оставить открытыми. Как будут принимать читатели, предстоит решить руководству. А уже в августе библиотека искусств станет второй модельной в областном центре после Чеховки. Туда потянулась молодежь, туда потянулась креативная молодежь. И если сравнивать период аналогичный 2018 года, сравнение мы открыли в октябре, то у нас увеличилось читателей на 2000 и посещение мероприятий около 3000. В том, что число посетителей увеличится в библиотеке искусств, тоже не сомневаются. Новая литература, свободные рабочие зоны с бесплатной сетью Wi-Fi. Что еще нужно для полезного времяпрепровождения? Кристина Слепцова, Алена Лепкалова, Денис Лугов. Программа «Город».